Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Снова в деле. На совещании в Чебоксарах обсудили стратегию развития концерна тракторной заводы. Разговоры о кино на Чебоксарском кинофестивале говорили о национальном кинематографе. Голос детства на столице Чувашии отметила День славянской письменности и культуры выступлением сводного детского хора. Концерт тракторной заводы вступил в новую фазу своего развития. Такое заявление сделали сегодня на расширенном совещании в Чебоксарах с участием руководителей Внешэкономбанка, концерна и покупателей продукции. В конце 2016 года утвердили программу финансового оздоровления концерна. Сегодня обсудили стратегию развития предприятий гражданского дивизиона, запуск производственных линий и наращивание объемов производства. С подробностями Татьяна Молокова. В прошлом году с конвейера не вышел ни один трактор. За пять месяцев 2017 года уже 46. С открытием кредитной линии в четыре раза увеличилась производительность труда. Налицо на рост промпроизводства. Предприятие получило от Внешэкономбанка 3,9 миллиардов рублей. Это позволило погасить долги по зарплате и возобновить производство. Пока не поступает первый транш от ВЭПа, с нами сразу же считались долгами на зарплате. Увеличился выпуск татаров, сразу же появились деньги в заводе. Покупали запчасти, поступают новые рабочие, молодежь. Потому что очень устарел коллектив. Сейчас зарплату увеличилось, народ идет. Сейчас на промтракторе работают две с половиной тысячи человек. Руководство предприятия заявляет, что готово принять на работу еще 600 рабочих. Заместитель председателя ВЭПа Петр Золотарев подчеркнул, что вопрос закрытия такого мощного предприятия никогда не стоял. Даже в самые сложные времена искали пути выхода из кризиса. Для Внешэкономбанка не важно, кто владеет. Важно, чтобы были рабочие места, были сохранены компетенции, развивалось производство внутреннего продукта в стране, чтобы платились налоги. Постановление производства на промтракторе – серьезная победа для всей республики. Ведь работа по реструктуризации долга и открытию кредитной линии шла долго. Незаметно для многих и порой без видимых подвижек. Не все верили в успех, но общими усилиями удалось сделать главное. Средства были выделены, а долги погашены. Мы как раз сегодня выверяем все те мероприятия, которые были запланированы в оздоровлении нашего концерна тракторные заводы. Должны, используя все инструменты, все рычаги, которые есть, комплексно оценивая и те возможности, которые внутри самого завода есть, дальше, конечно, определить план мероприятий, чтобы на втором этапе мы еще сделали многое для того, чтобы, во-первых, обращаю как раз внимание, прежде всего, потребителей, чтобы восстановить то былое доверие на принципу уважения доверия к нашим производителям. Восстановить доверие покупателей – сейчас основная задача руководства предприятия. Время не ждет. Завод обеспечен комплектующими и материалами. Уже налажен сборочный процесс. К концу третьего квартала этого года предприятие планирует получить положительный финансовый результат. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. На очередном заседании правительства Республики рассмотрели ряд важных инициатив. Члены Кабинета министров предлагают установить новые преференции для инвесторов, установить налоговые льготы и ввести ограничения на реализацию алкоголя в ночное время. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Перед тем, как обсудить вопросы повестки дня, глава Республики поблагодарил президента страны за высокую оценку его работы. На днях Михаила Игнатьева наградили орденом почета. Хочу выразить слава благодарности жителям Чувашской Республики, которые работают вместе с нами не первый год. И мы находимся с ними в постоянном диалоге. И развивается реальный сектор экономики. И улучшается качество жизни. И эта оценка на нас накладывает дополнительную ответственность. Благодарю всех вас. Пожелаю в дальнейшем также эффективно работать и оправдывать доверие президента Российской Федерации и народа Чувашской Республики. В правительстве Республики продолжают пополнять бюджетные доходы. В регионе планируют ввести налог на объекты недвижимости. Налоговый кодекс еще с 2013 года предусматривает возможность введения налога от кадастровой стоимости на отдельные объекты недвижимости, исходя из кадастровой стоимости. Соответственно, уже в 70% субъектов Российской Федерации аналогичные нормы приняты. И проектом закона предусматривается возможность введения данного налога и на территории Чувашской Республики. Вступают в силу указанные нормы с 1 января 2019 года. В Минфине также намерены освободить пенсионеров от уплаты транспортных налогов. В Госсовете Республики предлагают поддержать и многодетные семьи. Может быть, есть смысл сегодня рассмотреть, внести на льготы по транспортному налогу хотя бы на одну машину для многодетных семей, имеющих трои более детей. Количество торговых точек, которые реализуют алкоголь круглые сутки, в Республике существенно сократится. Министерство экономического развития региона предлагает ограничить продажу спиртных напитков с 22 часов. Запрет коснется даже кафе и ресторанов, которые располагаются в жилых домах. Органам местного самоправления необходимо будет в период проведения публичных мероприятий обеспечить информирование субъектов предпринимателей, осуществляющих продажей алкогольных продуктов и указаний услуг общественного питания. Для того, чтобы они должны были прекратить продажу алкогольной продукции. Порядка 60 объектов падут, мы ожидаем, что это снижение будет. Продавать не только 40-градусный алкоголь, но и пиво запретят и неподалеку от мест повышенной опасности. Это и производственные объекты, и газораспределительная станция, где запрещено продавать алкогольную продукцию. И установили границы при проведении публичных мероприятий, в каких границах нельзя осуществлять реализацию алкогольной продукции. В Минайке отмечают, что такие меры повлияют на ситуацию с уличной преступностью. На работу торговых точек, реализующих алкоголь по ночам, жалуются большинство жителей столицы. Многие горожане поддерживают инициативу правительства. Целиком и полностью поддерживаем. Положительно и замечательно, чтобы пьяниц не было, поубарилась. В нашей семье вообще не употребляем спиртные напитки. Ни я, ни муж, ни мама с папой, никто. Поэтому нас это как бы вообще особо не волнует. Но я думаю, что это хорошо. Новый запрет на реализацию алкоголя намерены установить уже летом. Последнее слово за депутатами. В ближайшее время документ рассмотрят в Госсовете Республики. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев и Андрей Шоклев. Республика. Кинотеатр «Сеспель» – одна из основных площадок, где проходят показы конкурсных лент 10-го Чебоксарского международного кинофестиваля. Вчера поздним вечером чебоксарцы увидели картины «Тень» Дмитрия Светозарова, завтра утром режиссеров Андрея Майовера и Дарьи Крыловой. Фильм «Иван» представила чебоксарский режиссер Алена Давыдова. Кроме того, вне конкурса был показан фильм Валерия Харченко «Короткое дыхание любви». Чебоксарскому зрителю ленту представил продюсер и председатель жюри игрового кино Марк Хрудинштейн. Смелое, экстравагантное и пронзительное кино. Именно так охарактеризовали киноленту Валерия Харченко «Современники». Сюжет завязан вокруг бывшего афганца Алеши. Юноша попадает в Финляндию и остается там жить. Через некоторое время он встречает туристку из Петербурга Риту и влюбляется в нее. Но жизнь складывается не так, как ему хочется. Рита старше него, у нее есть больной ребенок. Плюс ко всему, женщина влюбляется в лечащего врача Алеши, который приходится юноше-отцом. Увидеть киноленту пришли люди самых разных возрастов и профессий. Мнения в кинозале разделились. «Фильм немного грустный, конечно. Вот заставляет задуматься, вспомнить 90-е годы». «В целом мне фильм не понравился. Возможно, будем еще на закрытии. Может быть, там что-то интересное будет». Продюсером киноленты выступил председатель жюри игрового кино Марк Хрудинштейн. Это его первая работа. «Уникальность этой картины состоит в том, что впервые в советском кино на титрах было написано, Марк Хрудинштейн и MTV в Финляндии представляют. Вот так впервые удалось пробить действительно брешь, которую не удавалось пробить никому». По мнению продюсера, этническое кино живет и развивается в одной многонациональной стране. «Я считаю, что национальный кинематограф – это кинематограф одной национальности. У нас, я считаю, что это российский кинематограф, поэтому люблю слово «российский». Сегодня, в третий день работы кинофестиваля, жюри оценит еще три картины. «Психи» Алексея Китайцева, «Человек из будущего» Романа Артемьева и «Чума Ваулик-Каратас» Азельхана Ержанова. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. «Развитие национального кинематографа в современных условиях обсуждали сегодня за круглым столом». В Советском Союзе существовали целые студии национального кино. Находясь в разных уголках страны, они были частью единой союзной программы с вытекающим финансированием и поддержкой. Сейчас именно на их базе национальное кино возрождается. Из удачных примеров, ситуацию с якутским кинематографом эксперты называют не иначе, как «якутским чудом». В этом северном регионе снимают недорогие, но абсолютно жизнеспособные картины. Главную причину такого феномена якутский режиссер Степан Бурнашев видит в интересе зрителя и возможности показать фильм на большом экране. «Якутское кино так начали много снимать из-за того, что зритель ходит, интересуется якутским кино. Мы снимаем на своем языке в основном, да, и свои актеры, свои города, природа». Чтобы зрителю был интересен национальный кинематограф, фильмы должны отражать самобытность народа. Про все остальное снимет Голливуд, считают эксперты. «Чувашский народ – народ древней культуры, и поэтому кинушникам, наверное, есть, что рассказать именно про этот народ. Поэтому, я думаю, пока чувашский народ жив, будет жить, надеемся, как говорится, всегда кино востребовано будет народом». «Сам факт существования фестиваля в Чуваксарах, вот он влияет на развитие кинематографа здесь, в Чувашии. И то, что студия восстановлена, и то, что все, ведь это не было бы фестиваля, что бы и не было бы». Впереди еще три дня фестиваля, а зрители увидят работы чувашских, башкирских, якутских, удмуртских, татарских и других режиссеров. О главных событиях фестиваля в специальном дневнике на национальном телевидении Чувашии. «Сегодня в нашей стране отмечают День славянской письменности и культуры. Он посвящен памяти святых братьев Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян. В Чуваксарах, как и во многих городах России, праздник отметили выступлением сводного детского хора на Красной площади». От Водзевостока до Калининграда сегодня по всей России одновременно стартовали праздничные концерты, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Конечно, столица Чувашии не стала исключением. За моей спиной около 600 юных вокалистов исполняют великие произведения. «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Под таким девизом сегодня прошли концерты по всей России. Основной идеей праздника в этом году стала тема духовного единства, сплочения славянских народов и сохранения великого культурного наследия. «Будущее России, будущее Чувашии в ваших руках, уважаемые и дорогие дети. От вашего воспитания, от того, как вы правильно будете ценить и справедливо будете ценить наши традиции, народные традиции, семейные ценности, духовно-нравственные ценности зависит, насколько ваша мощная, созидательная, добрая сила будет толкать только на добрые дела». Песни Шаинского, Островского, Глинки прозвучали в исполнении юных жителей Чувашии под аккомпанемент Чувашской симфонической капеллы. Ребята специально выучили концерту около 10 композиций. Исполнили и главную песню страны – гимн России. Мне нравится песня, которую мы поем. Это гимн России, потому что она показывает, какая наша страна, она красивая, стильная страна. Петь в хоре – занятие не из легких. Здесь очень важно слушать и слышать друг друга, чтобы песня хорошо звучала. А когда одновременно поют 600 ребят, задача усложняется. Но наши вокалисты с ней, безусловно, справились. «Таким большим составом было очень сложно петь, потому что нужно было слушать каждого, чтобы мы сливались в один голос. Мне сегодня очень понравилось выступать, пришло много зрителей». Как оказалось, среди вокалистов есть и ученики музыкальных школ, и просто любители. Каждый из них захотел стать участником такого большого хора. «Я не учусь в музыкальной школе, но очень люблю петь. И мне очень все понравилось. Это была моя мечта. Я мечтала петь в таком большом хоре «Чуваши» с детства». Выступление хора пролетело очень быстро. И если кто-то не смог вживую услышать любимые с детства песни, не стоит расстраиваться. Детский сводный хор порадует служителей «Чуваши» в День Республики. «Чуваши» Юлия Важенина, Игорь Зверев, «Республика». На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Ну что, квартиру в Ясной Поляне я купила. Иду делать ремонт. Покупая квартиру в Ясной Поляне, будьте готовы к тому, что ничего, кроме новоселья, делать не придется. Ведь здесь есть квартиры не только с ремонтом, но и с мебелью. Мы предлагаем новостелям жилищного комплекса «Ясная Поляна» современную, высококачественную, экологичную мебель. Магазин «Уют» предлагает гостиные и кухни. Дизайн мебели вы можете выбирать самостоятельно по каталогу. Цена от этого не изменится. Квартиру с ремонтом и мебелью можно купить по ипотеке. При первоначальном взносе 15% ежемесячный платеж составит всего 13 407 рублей. И не забывайте, прекрасный вид из окон домов Ясной Поляны на лес никто не отменял. Из однокомнатной квартиры перемещаемся в двушку. Ну что, вы узнаете эту квартиру? Мы были здесь буквально несколько недель назад. С тех пор здесь сделали ремонт, установили натяжные потолки. Осталось только отметить на василие. Кстати, дизайн ремонта вы можете выбирать самостоятельно. И цена от этого не изменится. Особенно мне впечатлила ванная комната. И еще, пока вы думаете, другие покупают. Все качественно сделано, все красиво. Отлично, удивлена. Ясная Поляна. Хорошие квартиры с ремонтом и мебелью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова